И вот на тот период до депортации мой отец жил там, где эти тополи растут. Там было его имение, там они жили большой семьей. Ностальгия и воспоминания. Камиля Метов – уроженец села Улусала, ныне Синапное. Показывает, где до депортации был дом его родителей. На традиционные встречи односельчан рассказывает, приезжают уже 25 лет подряд. Каждая встреча особенно запоминается. В этом году это 25-я встреча. Мы ежегодно сюда приходим, потомки у лусалинцев. И мы хотим восстановить историческую память, чтобы молодое поколение и в будущем все знали о тех страшных событиях, которые имелось место в истории. Это значит период Великой Отечественной войны. И вот сегодня речь будет идти о воспоминаниях. Люди приехали сюда с фотографиями, с воспоминаниями. Фатимия Абдураимова в 1925 году родилась в селе Улусала. Помнит здесь каждую улочку, вспоминает жизнь для депортации, военное время и возвращения на родину. Несмотря на возраст, не упустила возможность встретиться с односельчанами. Приехала из Красногвардейского района. Это село не было большим. Здесь было 127 где-то. Жили хорошо. Был колхоз, потом пришли фашисты. Мы жили в лесу, нашу деревню сожгли, а нас отправили в Германию. Я там год проработала, потом депортация. Попали в Фергану. А в 90-м году вернулась в Крым. Очень радует, что встретила односельчан. Но я их уже не знаю. Это все дети моих ровесников. Я единственная, кто остался жив из этой деревни. На встречу односельчан приезжают уроженцы со всего Крыма. И не только. Преодолеть расстояние в 10 тысяч километров из Камчатки в Крым для Сидхалиловых оказалось просто. Крыму они впервые приехали посмотреть родину отца и деда. Отец Валерия, Айдер Сидхалилов, жил в деревне Улусала. Был партизаном. Уже мороз по коже. То, что не ожидал. Я поехал по домам, проехал. И мне, честно сказать, сказали, ты, говорит, поедь, съезди на мемориал. Вот я приехал и был приятно удивлен, как раз попал на встречу. А детям, естественно, необходимо все это дело показывать, значит, рассказывать, чтобы они помнили, знали, откуда корни, что произошло здесь, чтобы гордились тем, что были такие предки, которые воевали во время войны. Дед-то у нас был личностью легендарной. Встреча в Улусала посвящена и 75-й годовщине трагических событий периода Великой Отечественной войны. В 1943 году деревня была сожжена фашистами. Больше 200 человек были заживо сожжены. Мужское население и женское население, значит, они ушли в горы и воевали здесь в окрестностях. Как раз вот то, что здесь произошло всем этим событиям, предшествовало то, что они немножко потрепали немцев. Ну, видимо, потрепали так, что те выслали сюда соответствующий карательный отряд, которые совершили как раз вот эту акцию мерзкую, сожгли население. Своего рода история, какая бы она ни была трагическая, дети об этом тоже знают, писали в школе работу даже, в трагедию Улусалам. Вот будем читать Дува сегодня, приехали для этого специально. Сегодня здесь у памятного знака уроженцы села читают молитвы и вспоминают события, которые никогда нельзя забыть.